Всех приветствую на моем канале. Волею судеб я в начале августа 2021 года оказался в Турции, в Мармарисе. Так получилось, что именно в это время этот курортный городок оказался в одном из очагов лесных пожаров. К моменту моего заезда основное горение уже потушили. Ни дыма, ни гари не ощущается. Город возвращается к нормальной жизни. Сейчас здесь как обычно тихо, спокойно и красиво. Это вид с балкона отеля, в котором мы остановились. А это пляж Мармариса, если смотреть в сторону старого города. О масштабах бушевавшей стихии можно судить по выгоревшим холмам на юге города, особенно в районе Ичмелера. Если подойти ближе, то становится немного не по себе, при виде этого пепелища. Верхушка склона выгорела полностью, а ведь она вплотную примыкает к жилым постройкам и отелям. В Ичмелере пожар бушевал с огромной силой. Здесь практически горел пляж. Лес вдоль дороги от Мармариса почти полностью уничтожен огнем, ехать по этой дороге во время пожара, скорее всего, было невозможно. В своем отеле разговорились с девушкой Миланы из Москвы. Она отдыхает здесь с детьми уже вторую неделю, заезд был еще в конце июля. Так вот она пережила две эвакуации из отеля. Первая была 30,07. Людей вывели из номеров, посадили в автобусы и привезли в отель на первой линии, наш отель находится в одном километре от моря и про отель я расскажу отдельно, подальше от огня. А судя по показанным Миланой фото, опасность была реальная. Там они пробыли два дня и вернулись обратно. Однако, через день была вновь объявлена эвакуация. Туристы с детьми, а Милана с двумя своими еще одного дала подруга, без мужа вновь оказалась на улице с вещами. Горы опять дымились. Но, видимо, местные власти посчитали, что опасность не слишком велика и спустя несколько минут, была дана команда возвращаться в номера и не покидать отель. Конечно, так все и сделали, хотя воздух, говорят, был просто пропитан гарью. У нашей соседки на этом неприятности закончились, но вспоминает она эти дни с содроганием, даже по прошествии недели. Сейчас погода в Мармарисе по-прежнему жаркая, около плюс сорока с, временами сильный порывистый ветер. Два-три раза за день я замечаю пожарный вертолет с бочкой, пролетающий от моря в сторону леса и гор. Местные говорят, что в это время пожары случаются часто, погода стоит жаркая, а дождей не бывает. Будем надеяться, что человек в этот раз все-таки сильнее стихии, и конец лета и в Мармарисе и на других берегах Средиземного моря будет благополучным. А уж ехать сейчас в Турцию или нет каждый решит для себя сам.